Здравствуйте, друзья! Я Андрей Соловьев. За последние полгода сверхбюджетные планшеты и смартфоны, которые можно купить по цене менее 4 тысяч рублей, уже перестают быть экзотикой. На всякий случай я уточняю, что имею в виду не одноразовый китайский нонейм, а официальные товары, которые зарегистрированы и продаются в России с российской гарантией. Конечно, питать иллюзией, что выпускаются эти гаджеты не в Поднебесной Империи не стоит, однако за минимальные деньги у них есть сертификация Ростеста, русскоязычная коробка и инструкция, но самое главное, они имеют официальную гарантию производителя, а не ларька в подземном переходе. Гаджет, о котором я хотел бы поговорить сегодня, попал ко мне в руки достаточно случайно. Дело в том, что одна моя знакомая попросила выбрать меня автомобильный навигатор, который бы учитывал пробки, был бы не очень маленький и очень симпатичный. Первое, что пришло мне в голову, использовать специализированный автомобильный навигатор с установленной сим-картой, но посмотрев на характеристики, цены, но главная спецификация этих гаджетов, остатки моих волос просто стали дыбом, потому что такое впечатление, что на дворе не 2014 год, а какой-нибудь 2009. Четырех-либо пятидюймовые уродцы с резистивными экранами на древнем Windows C с поддержкой загрузки пробок продаются по цене от 3 до 6 тысяч рублей. Это же каким мазохистом нужно быть, чтобы покупать их сегодня. Ну а поскольку сам я пользуюсь для таких целей, 7-дюймовым планшетом на Android, купленным около 7 тысяч рублей, были предприняты попытки найти что-нибудь аналогичное, но подешевле. В результате недолгих поисков были определены два потенциальных кандидата. Это Megafon Login 2 и BB Mobile Techno 7.0. Оба планшета продаются по цене менее 4 тысяч рублей и имеют очень похожие характеристики. Взвесив все плюсы и минусы, мы остановились на последнем варианте. Во-первых, потому что здесь мощнее процессор и свежее операционная система. А во-вторых, потому что Megafon планшет продается с привязкой к оператору и предлагает сразу купить сим-карту и заплатить за интернет на несколько месяцев вперед, чего делать не очень-то хотелось. Плюс к этому BB Mobile продается в веселеньком корпусе белого цвета, подозрительно смахивающим на Samsung Galaxy Tab 7, что собственно и склонило чашу весов в его сторону. Итак, гаджет, полное название которого довольно сложно выговаривается вслух. BB Mobile Techno 7.03G TM756A. оснащается довольно простецким 7-дюймовым дисплеем с разрешением 1024 на 600 точек и основанным на технологии TFT-TN. Естественно, что при выборе автомобильного навигатора качество экрана хотелось учитывать тоже, поэтому первое, что я сделал, попробовал восприятие информации под различными углами обзора, еще в магазине. В целом этот тест прошел достаточно удачно, но не потому, что матрица ведет себя хорошо с различных ракурсов, а потому, что недостатки проявляются только если держишь аппарат вертикально. Если отклонять голову вправо либо влево, градусов примерно на 40-50, цвета значительно блекнут и могут даже инвертироваться. Однако в горизонтальной или планшетной ориентации то же самое действие не вызывает видимого дискомфорта. А значит, что закрепленный таким образом на панели приборов, экран одинаково хорошо будет виден как с левой, так и с правой части салона. Плюс к этому экран здесь емкостный и оснащается пятиточечным мультитач, что поднимает его на недосягаемую высоту среди навигаторов с резистивными матрицами и Windows CE на борту. Корпус устройства никаких эмоций не вызывает. Единственное, что повторюсь, довольно сильно напоминает Samsung Galaxy Tab 7. Включая использование двухцветного пластика по периметру, толщину около 1 см и вес чуть более 300 граммов. Задняя крышка здесь не съемная, а все слоты и разъемы расположены на торцах корпуса. Для карточки microSD предназначен открытый слот, расположенный сразу под microUSB разъемом питания, а сим-карта устанавливается в закрытый слот, расположенный на другом торце под крышкой. В этом месте, кстати, гаджет предлагает весьма любопытный сюрприз. Дело в том, что он поддерживает не одну, а сразу две сим-карты в режиме ожидания. Вот уж никогда не думал, что этот смартфонный тренд докатится до планшетов. Однако здесь эта фишка реализована. Причем телефонный модуль гаджета абсолютно полноценный, позволяет совершать и принимать звонки и смс, а в настройках выбирать, какая из сим-карт является ведущей, а какая ведомой. И даже с какой из карточек в данный момент удобнее забирать интернет? В чем смысл таких наворотов, ну убей, не пойму. Неужели разработчики предполагали, что владелец такого дешевого планшета будет иметь разные сим-карты с разными интернет-опциями? Или может быть использовать одну сим-карту для выхода в интернет, а вторую, например, для звонков? Честно говоря, не знаю, но констатирую тот факт, что здесь это есть и здесь это работает. Теперь, что касается софта и электронной начинки. Тут BB Mobile уверенно кладет на лопатки и Megafon Login 2 и большинство других сверхбюджетных планшетов не самого заваляющего двухъядерного MTK6572, работающего на частоте 1,3 ГГц в паре с шустрой графикой Mali 400MP. В том же самом Megafon Login 2 установлен гигагерцовый Qualcomm 802.25 и древняя графика Adreno 203. Даже при одинаковом объеме оперативной памяти в 512 мегабайтов этот аппарат работает быстрее за счет более свежей версии Android 4.2.2. Для порядка я, конечно же, покажу вам результаты теста Antutu. 9708 попугайчиков. И могу отметить, что, конечно, в играх производительность могла бы быть и получше. Но для того круга задач, для которого предназначается этот гаджет в нашем случае, его производительности точно хватит за глаза и за уши. В качестве навигационной программы для поездок по Питеру и окрестностям ничего лучше Яндекс.Навигатора до сих пор не придумали. Да простят меня любители сети гида и Navitel, реальная версия которого, кстати, предустановлена на гаджет сразу, но легче, чище и проще показывать дорогу и грамотно вести по маршруту, чем бесплатный навигатор от Яндекса, они так и не научились. Единственное, что нужно сделать сразу после установки программы из маркета, это скачать офлайн-карты непосредственно в память устройства для скорости отрисовки при движении по маршруту. Для хранения карт для одного или двух регионов 4 гигабайтов встроенной памяти будет достаточно. Если же нет, всегда можно воспользоваться внешним слотом для карточек microSD. И, кстати, вопреки слухам, что на процессорах МТК GPS тормозной и плохо ищет спутники, Техно 7.0 такими проблемами не страдает и, как видите, находит нас даже внутри помещения. Есть у гаджета и парочка камер, но здесь они скорее для галочки. Фронтальная с VGA разрешением и задняя двухмегапиксельная могут даже что-то снимать, но результат такой съемки я предпочитаю не комментировать. В принципе, подобная ситуация характерна для всех одноклассников и я бы лично такие сверхбюджетные устройства камерами вообще бы не оснащал. Ну а так есть и есть, вдруг кому-нибудь да пригодится. А вот одна фишка гаджета действительно удивила. Дело в том, что встроенный FM-тюнер может работать без подключения наушников, превращая планшет в такой своеобразный сенсорный приемник. Ну то есть с наушниками он, конечно же, тоже работает, но только провод от наушников в данном случае используется уже как не основная, а как дополнительная антенна. Ну и, наконец, пару слов о мобильном интернете, каким оператором лучше всего пользоваться и сколько интернета для такого гаджета нужно. Во-первых, я предлагаю вам экспериментировать и не зацикливаться на одном операторе связи. Всегда выбирайте лучшее качество связи и лучшее покрытие в том регионе, где предполагаете им пользоваться. Со временем у всех операторов меняются тарифы, условия, да и качество связи, причем как в лучшую, так и в худшую сторону. До недавнего времени по Петербургу я пользовался карточкой Мегафона, хотя это было едва ли не самое дорогое предложение на рынке. Но вот примерно месяц назад я решил попробовать еще одного достаточно молодого оператора Ростелеком. Там за 99 рублей предлагаются 2 гигабайта 3G интернета весьма отменного качества. Возможно, это связано еще и с тем, что сеть просто не нагружена и через какое-то время ситуация изменится в худшую сторону. Но, по крайней мере, пока наиболее оптимальное соотношение цены и качество есть именно у Ростелекома. В связи с этим у нашего навигатора появилась еще одна совершенно неожиданная возможность, когда, например, толкаясь в пробке или ожидая кого-нибудь, сидя возле подъезда внутри машины, можно посмотреть телевизор. Если установить программу, например, Global TV, то скорости передачи данных через 3G хватает для того, чтобы вполне комфортно смотреть, например, канал Discovery. В большинстве случаев стриминг идет без задержек, кэширование и подвисание картинки даже в движении, что весьма радует. Есть, правда, парочка «но». Во-первых, не стоит слишком часто злоупотреблять такими просмотрами, иначе 2 гигабайта закончится гораздо быстрее, чем 30 календарных суток. А во-вторых, интернет от Ростелекома работает только в черте города и в крупных населенных пунктах Ленинградской области. Стоит отъехать от города километров на 20 и лафа заканчивается. Меня же эти нюансы не сильно напрягают, поэтому, повторюсь, не бойтесь экспериментировать и выбирать оптимального оператора связи в соотношении цены, покрытия и качества. Тем более, что сегодня есть из чего выбрать практически в любом регионе России. Что же касается BB Mobile Tecno 7.03G, то он абсолютно оправдал все возложенные на него ожидания. Уверенно ведет по маршруту, не глючит, не подвисает и даже предлагает иногда развлекаться в пробке. Из недостатков, и то весьма относительных, я бы назвал не слишком большую емкость встроенного аккумулятора, 2500 мАч, что, если использовать гаджет в качестве планшета, позволит ему протянуть, ну, наверное, не более полутора, максимум двух суток. В машине же при постоянном подключении к бортовой сети это вообще перестает быть проблемой. Единственное, чего сюда хотелось бы добавить, это, наверное, IPS-матрицу, но, к сожалению, за такие деньги пока это, увы, невозможно. До свидания.